Производственный ад. С прошлой весны так называли ситуацию на заводе знаменитой компании Spala Alta. Только стоило Тесла выйти на обещанные еще полгода назад производственные показатели, как возникла другая проблема – логистический ад. К Иллу Маску в Твиттере обратился один из покупателей. Девушка прислала фотографию перегоночной парковки на железнодорожной станции, откуда автомобили планировалось доставлять покупателям. Там она увидела свою машину, дату доставки которой переносили несколько раз. Она обратилась к Маску с просьбой разобраться, и он ответил. Простите, после производственного ада у нас наступил логистический ад, но разрешить эту проблему намного проще. Мы быстро прогрессируем. Скоро она должна быть решена. В прошлом Тесла удивляла инвесторов своим умением достигать производственных целей вовремя, но ее последний автомобиль Model 3 нарушил эту тенденцию. Акции компании Тесла волатильны, а причина тому – скандал за скандалом. Как правило, главный фигурант – сам основатель компании. В последний раз акции Тесла упали, когда Илон Маск во время интервью с Джо Роганом покурил марихуану. А конкуренты тем временем уже вовсю наступают на пятки. То, что компания обещает достичь в будущем, ее нынешний менеджмент не внушает доверия. Становится ясно, почему краткосрочный интерес к Тесла выше, чем когда-либо. Это не столько из-за появления конкурентов, сколько из-за ожидания ответа и руководства на вызовы, которые они ставят перед компанией. На прошлой неделе покупатели лишились двух вариантов окраски кузова. Ожидается, что будут приняты и другие меры для оптимизации процессов.